Привет, друзья! Очень мне понравилось у Довлатова фраза такая, что-то там такое, типа, зачем люди живут? Ну, я хочу с этого начать наш ролик, а зачем люди живут? Очень интересно, правда? Вообще, зачем люди живут? Ну, кто-то скажет, чтобы быть счастливым, быть свободным, кто-то скажет, чтобы быть таким, быть там, творцом, творить там и так далее. У каждого по-своему может быть своё мнение. В целом, зачем люди живут? Не один конкретный человек. Зачем ты живёшь, может быть, понятно. Ты можешь себе ответить на этот вопрос. А зачем вообще люди живут? Это очень интересный вопрос. Второй вопрос очень интересный. Кумулятивный эффект, так называемый, есть. И трагерный такой квантовый переход, так называемый, есть. Когда количество переходит в качество. Вот, когда, например, 30% людей, как по моей статистике, сразу, когда делают идиомоторные, или по-другому, по механизму сказать, идиорефлекторные приёмы, сразу выходит на состояние облегчения, освобождения, раскованности, такой внутренней свободы. Это такой триггерный переход. Там это моментом может получиться. А вот кумулятивный эффект. Вот, например, когда вам врач назначает лекарства, транквилизаторы там или там антидепрессанты, обычно говорят, вы принимаете, 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 потому что пойдёт накопление. В результате пойдёт кумулятивный эффект. Количество перейдёт в качество. Ну, это, смотрите, как. Дело в том, что при применении приёма включают то же самое. В медицине, когда лекарства подбирают, там подбирают. По идее, надо, чтобы доктор отслеживал динамику вашего состояния при приёме ваших препаратов. И дозировал их, и менял, если нужно. Да, там тоже принцип подбора путём перебора. Ну, такой формальный как бы, потому что в методе ключа есть чёткие критерии, какие подбирать надо по комфортности. Ты перебираешь самые разные варианты движения, ищешь такое действие, которое максимально тебе просто и комфортно. А сам процесс этого подбора путём перебора не только снимает стресс, он ещё выводит тебя на состояние освобождения от нервно-мышленных зажатостей, от всяких неприятностей, которые накопились у тебя на сердце. Ну, имеется в виду переживания. От всех этих переживаний ты выходишь на состояние хорошее. А если ты делаешь это для себя корщиком, как приём лекарств, там наступает кумулятивный эффект. То есть, если ты не входишь в эти 30%, у которых сразу такой квантовый триггерный переход происходит, сразу левитация, лёгкость, свобода. Да, а вот остальные более зажатые, там перенёсшие какие-то травмы, может быть, там приболевшие чем-то и так далее, невысыпающиеся. Ну, им нужно как раз курсик сделать, и вот он курсик делает там несколько дней подряд, например, в удобное для себя время. Подбирает эти действия. Ну, там лекарства подбирают, а здесь подбираешь действия, которые тебе максимально приятны, комфортны. И сам процесс этого подбора развивает у тебя творческое начало твоё, твои таланты, твои способности. И ты потом удивляешься, как же ты так мог решить так быстро те проблемы, которые буквально пять дней назад тебе казались недоступными. Ну, короче говоря, квантовый переход триггерный по механизму и кумулятивный, чтобы вы понимали, что есть одно и то же, только кумулятивный эффект добивается, продолжительный по времени. А те 30% сразу получают. Ну, если они делают по принципу подбора путём перебора механизм ключа, они тоже приходят к этому переходу. Вот это я хотел, чтобы вы знали. Поэтому я не против лекарств или не за, иногда это очень нужно, но иногда вообще не нужно. Ну, раз назначают, надо, я не спорю ни с кем, я просто вам объясняю механизмы. Что и там подбор путём перебора, и здесь подбор путём перебора. Да, но здесь есть ещё и возможность сразу выйти на состояние и закрепить потом этот навык путём повторения. А есть ещё возможность сделать курсик, о чём я буду потом вам ещё рассказывать. Потому что некоторые люди смотрели, слушали, а потом говорят, да, нам так было хорошо, 10 лет и так себя прекрасно чувствовал, а вот это два месяца что-то у меня не так. А я говорю, ну, это погода, видишь, какая. Ой, да, неужели это погода? Да нет, это быть не может, потому что у меня такие проблемы. И он никак не может сопоставить, что проблема – это одно, а механизм работы мозга не зависит от того, какие у тебя проблемы. Потому что все проблемы, какие у тебя есть, они у тебя вызывают напряжение. Да, ну ладно, механизм-то это же уже физиология. Не будем сейчас о физиологии. Друзья, итак, зачем люди живут? Посмотрите, может быть, у вас идеи появятся, зачем они живут? Я в прошлый раз говорил в ролике о том, что вышла книга «Новые приёмы ключа». Я был очень счастлив, и сейчас счастлив, что она вышла в издательстве ОСТ. Я хочу сказать, что на самом деле, чтобы вы понимали, таких приёмов, которые там описаны, в мире никогда до того не было. Ну, просто не было и всё, ни в йоге, ни в медитации, ни в сельвометоде, ну, нигде не было. Почему? Объясняю. Потому что они самые современные. Потому что когда йога создавалась тысячи лет назад, были одни условия жизни, сейчас другие. Ну, до встречи, друзья. До встречи.